Вот это было настоящее представление. Первый период, шестая минута, за 7 секунд счёт становится 0-2 и акулы проигрывают, а к 12-й минуте уже 2-2. Наши мальчишки за одну минуту восстановили равновесие. Шайба на счету Александра Емельянова 10-22 и Дмитрия Шатунова 11-32. И всё-таки на перерыв уходим при счёте 2-4. Нам забили на 16-й и 17-й минутах. Второй период и кошмар продолжается. Прошло всего 38 секунд и уже 2-5, но в целом середина игры за нами. На три шайба алтайцев мы ответили 6 раз. Во втором периоде у нас забили Егор Сафронов 24-я минута, Арсений Рудиков 32-я и по два раза. Владислав Шипилов на 27-й, играя в большинстве, и на 35-й. А также Александр Емельянов на 28-й, также в большинстве и на 40-й, играя уже в равных составах. Начинается заключительная треть последнего матча турнира. Счёт скользкий. Ведём всего с преимуществом в одну шайбу. Но наши мальчишки молодцы. Выстояли и победили. Нам забили на 47-й минуте. 8-8. Но через минуту мы вновь вышли вперёд. Гол на счету нашего капитана Владислава Шипилова. И он же на 53-й минуте поставил точку, установив окончательный счёт 9-8 в пользу акул. Победа и бронза нашим. Теперь ждём 20-е и 21-е января. В нашем ледовом дворце будут сыграны два матча первенства Сибирского федерального округа среди юношей до 14 лет. Ленинск-Кузнецкая звезда встретится с хоккейным клубом ЦЗВС из Новосибирска. Анна Кириллова, Александр Иванов, Риоленинск.